Гренобль, Франция. 15 февраля 1968 года. 10-я зимняя олимпиада. Переполненный дворец Стат-де-Гляз овации встречает сборные СССР и Чехословакии. Игра начинается ураганными атаками советской команды. И уже на 28-й секунде Борис Майоров с подачи Евгения Зимина забрасывает шайбу в ворота, защищаемые словацким гигантом Владимиром Дзуриллой. Подопечные Аркадия Чернышова и Анатолия Тарасова верны своей тактике силового давления, проводя большую часть игрового времени в зоне соперника. Предсказуемо действуют и чехословаки, ни на йоту не отходя от своего фирменного контр-атакующего хоккея. Франто Шевчик сравнивает счет. 1-1. Вот этот момент. Советские хоккеисты бросаются на ворота соперника. Летит вперед Вячеслав Старшинов. Тщетно. Чешские защитники играют очень плотно. И вот наш соперник выходит вперед. Это Петер Гейма забрасывает вторую шайбу в ворота Виктора Коноваленко. На перерыв команды ушли при счете 3-1 в пользу сборной Чехословакии. Третий гол забил Янгадл. В середине второго тайма монументальный бросок спартаковского защитника Виктора Блинова. Словно кумулятивный снаряд пробивает Токидзурилу, сокращая разрыв в счете 2-3. Но перед последним перерывом Чехословакия вновь ведет с перевесом в два гола. Это Йозеф Галонка, ее неистовый капитан, переиграв советских защитников, в экстазии падает на колени, воздевая вверх руки. 2-4. Сборная СССР проигрывает. Последняя третья 20-минутка развивается по похожему сценарию. Наши буквально висят на воротах Блинова. Но шайба, как заколдованная, вертясь и прыгая на линии ворот, в сетку за спину вратарю залетать не желает. И вот пятый гол. Гол, который забрасывает Ярда Иржик. И снова, снова в экстазии Йозеф Галонка. 5-2. Кто бы мог подумать. И тут советские хоккеисты находят в себе силы подняться на последний решающий штурм. В течение минуты Виктор Полупанов и Борис Майоров своими голами возвращают интригу матчу. 4-5. Остается играть две с небольшим минуты. Для хоккея это немало. Но уйти от поражения первого на чемпионатах мира и Олимпиадах с 1963 года, увы, так и не удалось. Чехослованские хоккеисты самотверженно защищают свои ворота. 4-5. Это фантастический матч, который войдет в историю зимних Олимпиад. Субтитры создавал DimaTorzok